Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня начинаем с вами тестировать серию Green Karma. Так, еще у нас здесь есть скрабик. Итак, поехали! С чего мы с вами будем начинать? Начинать мы с вами будем с геля для умывания. Артикул его 6673. Вот так он выглядит. Вот он, да? На руке мы с вами вчера потестировали аромат. Все мне нравится. Здесь 100 миллилитров, 98,2. Здесь уже, кстати, натуральных ингредиентов. В каждом тюбике по-своему. Крем 99,4. Интересно, как я вчера на это внимание не обратила. Так, что мы с вами делаем? Смачиваем лицо. И пока буду без щеточки, без всего, чтобы посмотреть, как он работает именно руками. Прозрачный гель. Радушку серии очень интересная, но по мне, ну как бы не натуральная. Она косметическая. Я уже говорила в обзоре заказа, что напоминает кремушек. Детский, с кисками, с собачками, да? Он пенится. Кто-то вчера в комментариях написал, типа, скатки нет. Какая скатка? Нет. Это вот маска, она с частичками. А здесь гель, просто гель, который пенится. В принципе, хорошо пенится. На ощупь он такой приятный. Тестирую в первый раз вместе с вами, чтобы первое впечатление передать, скажем так. Он такой классненький, хороший. С щеточкой, мне кажется, с вот этой будет вообще здорово. Прям супер. Ну, так вы видите, да, вот на лице, как он пенится. Нормально, то есть пены достаточно. Давайте щеткой, что ли, пройдемся. Я люблю такое качественное умывание и руками уже не умываюсь, да, в редких случаях. И в этой щетке мне больше нравится силиконовая сторона. Прям как следует. Можно и вот этой вот пройтись попробовать. Ага, но щетка и так особенно не пенится. А так, если руками прям пены много. Хорошо. Прям хорошо. Так, ну что, давайте смывать. Смотреть, сушить, не сушить и так далее. Такое ощущение, что кожа помыта до скрипа. Вот прям до скрипа, когда смываешь. Очень классное ощущение, оно прям практически реально скрипит. Слушайте, мне понравилось. Пока не чувствую никакой сухости. Все очень комфортно, даже как-то вот свеженько. Я бы сказала, какое-то вот ощущение холодочка, что ли, на лице есть легенькое такое прям. Свеженько, здорово. Лицо чистое, лицо мотированное, но сухости, стянутости не чувствую. Не чувствую совершенно. То есть все достойно. И оно реально мотированное. Оно реально мотированное, прям выглядит хорошо, мне нравится. Здорово. У Мувашечка понравилось. Пока зачет, девчонки, прям вот класс. Буду отзывы свои еще дополнять, писать в оцене посты. И в обзоре каталога, конечно, буду все дополнять. Пока вообще очень комфортно. Прямо от слова очень. Так, что у нас с вами дальше? Дальше мы будем пробовать кокосовый скрабик. Вот так он выглядит. Сейчас откроем его. Там внутри есть еще одна маленькая такая крышечка. Но вообще продукт был практически не запечатан. Можно рассыпать. Здесь всего 10 грамм. Его на самом деле очень мало. И вот так он выглядит. Мы с вами сейчас на руку небольшое количество возьмем. С водичкой вместе с пенем. Вот как его брать тоже лопаточку не предусмотрели. Лазить туда руками постоянно. Я как бы нормально к этому отношусь. Но есть девочки, у которых очень проблемная кожа. И вот такие манипуляции вызывают у них высыпание. Девчонки, вот он он. Вот он. Фокус там фокусируется или не хочет. Неудобно. На самом деле неудобно. Нужна какая-то ложка или еще что-то, потому что неудобно. Вот так вот все пальцы потом в этом скрабе. Давайте пробуем. Так. На ладошки смачиваю. Вот эта белая штука превращается в воду. То есть она давит. Вообще продукт непонятный. Я еще прям белого возьму и на мокрое лицо вот так нанесу. В общем, это все белое, оно превращается в прозрачное. Слушайте, текстура такая масляная. Прям масляная. Масляная, масляная. Нужно воды добавлять, но это неудобно. Это реально неудобно. Кран уже засвистел от возмущения. Это очень неудобно. И потом опять руками туда лезть продукт добавляют. Надо как-то, конечно, приловчиться. И сразу понимать, какое нужно количество. Вот нет, опять хочется добавить воды. Прям хочется ей палиться вот так. И сверху нанести. Текстура очень такая питательная. Чувствуется, что там масла. Прям вот это видно, да? Чувствуется, что там масла. И она такая жирненькая прям текстура. Я вот все время добавляю. Добавляю, мне мало. Мне мало, потому что вот это белое все, да, это частичек не так много. Они, кстати, довольно угловатые. То есть, если у вас чувствительная кожа, вам этот продукт не подойдет. Они прям такие вот угловатые-угловатые. Но и вот мне, я люблю какое такое, вы знаете, хардкорное скрабирование. Мне как следует поскрабироваться не удается. Потому что мне частичек мало и постоянно хочется добавить воды. В общем, так себе затея. Это неудобно. Вот неудобно совсем. Сделали хотя бы формат, как пудра у нас есть для умывания. Тогда из баночки насыпаешь. Слушайте, очень вкусно. Вот сейчас попало на губы. Реально сладко и вкусно. Реально. Представляете? Можно есть. В общем, как-то неудобно. Расход у средства будет, ну, у меня, по крайней мере, точно большой. Потому что я постоянно, видите, добавляю и добавляю. В банку руками уже мокрыми блинлазью. Из баночки хотя бы на руку высыпал, с водой развел. И ты туда не кунаешься, грубо говоря, да? Вот сейчас вот все. Вот сейчас мне достаточно. Сейчас у меня нормально так частичек на коже. Я могу поскрабироваться ими. Кристюш, у нас закрывают с вами. Ей пешами, наверное, мультики смотреть. Вот. Видите лицо как блестит? То есть масла, да. Не спорю. Они есть. Я всегда так скрабирую до красноты. Моя кожа такое любит. Ну, в общем-то, все. Вот так же эффект так крутой. Прям вот крутой. Лицо реально напитанное, очень гладкое. И оно прям лоснится. Лоснится здоровьем. Мне нравится, слушайте, вообще. Класс. Оно прям гладенькое. Гладенькое, гладенькое. Такое хочется трогать. И напитанное. То есть вот эта вся консистенция, вот этими маслами, оно напитанное. Свеженькое. Ну, румянцы, естественно, мы скрабировали. Нос до лоска натерло. И даже вот как-то мелкие мимические, слушайте, они прям разглаживаются. То есть вот элементы питания именно в скрабе вообще потрясающие. Спросите вы меня, стоят ли вот эти мытарства эффекта? Эффект достоин ли вот этих мытарств? Я вам скажу, да. Слушайте, да. Я готова скрабироваться этим скрабом, если такой эффект. Гладкая, напитанная, упругая, увлажненная. То есть после такого скраба летом некоторым даже не захочется наносить больше ничего, ни крем, ничего. Потому что все, кожа выглядит достойно уже. Все, все отлично. Мне очень понравилось. Прям рекомендую, девчонки. Посмотрим, как это закончится, насколько его хватит. Но пока я прям очень довольна. Как здорово. Очень приятная на ощупь кожа. Ммм, красота. Так, теперь у нас с вами маска. Где она, дорогая? Вот. Три в одном она. То есть ее можно использовать. Я вам скраб артикул не сказала. 66-46. Так, а масочка? Вот она. Вот она. Фокусируется вроде, да? Девчонки, я просто снимаю на фронтальную, а вот на заднюю камеру. А вот на заднюю камеру я не вижу вообще, что я снимаю. Ну, вроде снимаю. Так. 66-79 ее артикул. Три способа. Для уменьшения жирного блеска наносим видимым слоем, видимым, на чистую сухую кожу лица на 10-15 минут. Смойте водой. То есть для жирной кожи вообще подходит. Отлично. Я бы сказала идеально. Так. И затем нанесите крем или сыворотку Green Karma. Ага, проболтались. Пока у нас сыворотки нет, но значит будет скоро, мы надеемся. Сыворотку Green Karma нанесите, написано. Для глубокого очищения пор используйте для умывания 2-3 раза в неделю. То есть смотрите, на ежедневной основе не рекомендуют. Для выравнивания тона кожи используйте как гаммаж 2-3 раза в неделю. То есть поделались, 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 смыли, вот как гаммаж. В принципе, как умывалку. Интересные такие. В общем, маска вот такая зеленая. Вот она. Девчонки, а вы вам напишите, пожалуйста, качество изменилось. Хорошо вам теперь видно на такую камеру. Так, наносим. Я наношу руками. Мы сейчас с вами, знаете, как сделаем? Нанесем как маску, а в конце еще чуть-чуть помассируем. Хотя я уже с крабом прошлась, как бы смысла в этом нет. Масочка такая а-ля Шрек. Она у нас на глиняной основе, поэтому я ее на верхний век и наносить не буду. Кремовые масочки такие я всегда наношу и на верхний век. Эту пока не буду, посмотрю. Потому что может быть и глиняная, но застывать не будет. Сейчас проверим. На 10-15 минут для выравнивания тона. Я вам составы показывать не буду, ладно, девчонки, мальчишки. Потому что они есть на сайте, вы можете сами посмотреть. Мы с вами на этом внимания акцентировать не будем. Так. Я уже в обзоре заказа говорила, здесь частичек много. Она действительно такая гомажистая. Их реально много. Они мелкие, шероховатые. Их прям прилично. Так. Пахнет она, вот эта маска из всех продуктов Грин Карма, самый натуральный запах. Вот здесь я чувствую немножко зелени, травки какие-то. Прям такие вот. Прям зелень. Остальные имеют не очень натуральную дужечку. И она у всех средств присутствует, но она не ярко выражена, в нос не бьет. Отвращение никакого не вызывает. Все достойно. Так, ну что, 10-15 минут буду ходить. Сейчас посмотрю, как будет застывать. И к вам вернусь. Так, ну что, девчонки, прошло 15 минут. Вот так она выглядит. Еще лучше, чем была. Сейчас добавлю немножко водички и помассируем. Поехали. Частички уже так не чувствуется. Такое ощущение, как будто часть их растворилась. Но она застывает. Она вот застывает, где темно-зеленый цвет, это там она застыла получается. Она такая тягучая. Мне кажется, тяжело сейчас будет справаться с лица. Хочется все время добавить воды. Да, такое ощущение, что большинство частичек, они как бы подрастворились. И уже как такового после маски скрабирующего эффекта практически никакого нет. То есть, если вы хотите как гамаж использовать или как умрук, то сразу умываемся и все. Сейчас они уже не ощущаются на коже. Так, ну все. Я буду смывать. Не знаю сейчас, чем расскажу. Слушайте, ну что, неплохо. Неплохо. Но есть легкая стянутость. Легкая-легкая. У кого сухая кожа, она уже как-то по-иному ощущается. Матированность. Гладенькая личка. Все. Вот прям ощущение в совокупности очень качественного, хорошего ухода. То есть, я это вижу. Мне нравится. Выбеливающий эффект, да, слегка есть. И мне кажется, что эта масочка даже может неплохо работать на пигментных пятнах. Потому что выбеливающий эффект есть однозначно. У меня был автозагар, сейчас он весь смылся. Прямо вот есть. И на пятнах он тоже работает. Я это вижу. Вот выбеливающий эффект. Слушайте, будем применять, будем смотреть. Надеюсь, что работает в этом направлении. Так, что у нас с вами дальше? Дальше у нас с вами должен быть тоник. Тоника у нас пока в этой серии нет. Но у нас есть тоник гиалуронка. Вот он дорогой. Так. Ага. Вот так выглядит. Он у нас получается с вами меньше по объему, чем мицеллярка. Мицеллярка у нас 270 мл, тоник 150. Мицеллярка активно пользуется, устраивает во всем. Надеюсь, и тоник не подведет. Способ применения нанесите на кожу после очищения с помощью ватного диска. Я с помощью ватного диска такие продукты не наношу. Не вижу смысла абсолютно никакого. Я буду переливать куда-то до пользы быстренько какой-нибудь тоник. И буду переливать во флакон с распылителем. Поэтому пока выливаю на ладонь. Распределяю. И по хлопающими движениями наношу. Аромат у тоника абсолютно такой же, как у всей серии. Классный. 28-21. Серия вообще великолепная. О, вот сразу все чувство стянутости убралось. Класс. И, кстати, липкости нету никакой от гиалуронки. В этих средствах у меня вообще. У меня кожа ее съедает моментально. Значит, надо, да? И следующий этап у нас с вами сыворотка. Либо кремушек сыворотку я не буду наносить. Потому что тоник так хорошо поработал. Так, где у нас с вами дневной крем? Вот у нас с вами дневной крем. Вот как он выглядит. Здесь 50 миллилитров. Как и в ночном 66-74 артикул. Я вообще даже не вскрывала. Сейчас будем с вами наносить. И вечером на момент снятия макияжа, гель для умывания с вами тоже протестируем. Так, ну и на декольте чего уж там. Будем наносить везде. Подушка, как я вам говорила, как у ночного крема. Детский крем. Ну, какими-то еще нотками такими интересными. Слушайте, плотненький. Для дневного крема прям плотненький. Нам СПФку сюда не засунули случайно. 99,5 натурального происхождения. Описание опять великолепное. Нет, СПФку, но вряд ли нам сюда, конечно, засунули. Очень жаль. Придется поверх него еще наносить СПФ. Сейчас я без СПФ не выхожу. Да? Такой прям он питательный, видно, да? Прям питательный. Плотный. На лице прям водичку не превращается. Не тает. Он такой прям крем-крем. Видите, прям белесый. То есть его надо еще впитать. Какие у нас с вами обещания-то хотя бы? Глубоко увлажняет, омолаживает, защищает на протяжении всего дня. От чего? Омолаживает еще тоже, ладно. Будем надеяться на лучшее. Так. Пока я его ощущаю на коже. То есть вот если такой крем нанести в жару, не, не. Если прям совсем только капельку. А так пока, вот я его на коже ощущаю. Он постепенно впитывается, в принципе, достаточно быстро. Вот уже ощущение того, что что-то есть на лице проходит. Хотя, как не. Если жирная кожа, не. А так комбинированная, возрастная, сухая, вполне себе, да. И я смогу им пользоваться в жару. Липкости никакой от средств нет. Отдушка на лице остается. Я не могу вот это воспоминание про детский крем. Прямо оно меня будет сопровождать. Все применение. Жирности никакой на лице нет. Как бы все нормально. Увлажнение, еще питание. То есть, если есть только увлажнение, вот это чувствуется. А здесь я чувствую еще питание. То есть, крем будет работать, пока он у вас на лице. Это здорово на самом деле. Потому что мне нравится. Вот уходит ощущение, что что-то на лице. И все. Легкость. Все отлично. Все нормально. Все гармонично. Такая текстура больше похожа на возрастной крем. Достаточно плотный и питательный. Так, ну все. Еще вечером расскажу по состоянию, как что. Все, вечером будем смывать с вами макияж гелем. Да, пробовать смывает, не смывает. И тестировать ночной крем. Вот и вечер. Заодно вам сейчас там отзыв на тени, которые относились в принципе нормально. Да, из предыдущего видео новинки. Они на глазах есть. И больше, кстати, первый сатиновый оттенок. Второй, который глиттерный, он очень быстро ушел. Но они есть. Тем не менее, они на глазах есть. Это видно по бронзеру. Его тоже видно, но он уже совсем деликатный на лице. Ну, у меня без базы, без всего, без тоналки я наносила. Да, как бы есть, есть сияние, его видно. Но немножко потускло. Скажем так, что мы сейчас с вами будем делать? Мы сейчас с вами будем умываться гелем. Пробовать его на момент снятия макияжа с глаз, косметики. Да, смывает, не смывает. И хочу в умывалку потом тут же в этот же гель добавить скраб. Добавить скраб хочу и посмотреть, как будет происходить процесс с умывалкой. На сайте написано вообще, что его смешивают с водой. Но я видела, некоторые девочки пишут, что с умывалкой можно смешивать. Попробуем и так. Поехали. Сделала лицо, хорошо так намочила. Беру гель, выдавливаю на руки и начинаю очищать с кожи лица и потом глазки. Вы опять будете видеть? Я не буду видеть ничего. Поехали. Что там, девчонки, происходит? Я ничего не верю. Хотя хочется открыть глаза и посмотреть. О, как черно. Смывает вроде макияж. Тушу, по крайней мере, на ресницах уже, слушайте, не чувствую. Ага, не чувствую. По-моему, всё. По-моему, всё смылось. Как следует смываем все блёстки с лица от сегодняшнего макияжа, да? Пошла умываться. Слушайте, а всё вроде смылось. Ой, как здорово смылось. Вообще прекрасно. Макияж смылся изумительно с первого раза. Причём подводка у меня такая стойкая была. Вообще здорово. Красота. Я довольна. Давайте доочищать лицо. Я обычно всегда двухэтапно очищаю. Это либо мицеллярка плюс пинка, либо это будет скрабик, камашек и так далее. Так что мы будем с вами делать? Надо всё-таки однозначно ложку какую-то для этого скраба заводить. Я выдавливаю на руку гель. А с такими ногтями вообще брать скраб не очень удобно. Я бы сказала, даже очень неудобно. Вот так это выглядит. Размешиваем. Я люблю эксперименты, конечно. Такая жижа получается прикольнее. Но пахнет, девочки, он просто шикарно. Просто шикарно. Наносим на лицо. Ой, прикольно. Вы знаете, за счёт геля частички становятся не такими угловатыми, не такими травмирующими. Ну, прикольненько. Но мне больше нравится на сухой. Так немножко поагрессивнее. Если вы приобрели этот скраб и вам кажется, что частички для вас агрессивные, то вот тогда мешайте с гелем. С гелем... С пенкой, конечно, так не будет. С гелем. Можно с гелем для душа. С него жидким. Ну, это уже другой эффект. Здесь, мне кажется, прям вообще будет круто. Здорово, здорово. Нет, но я буду делать с водой. Однозначно буду делать с водой, потому что я здесь еле чувствую частички. Они елозуют вроде по коже. Но нет такого скрабирующего эффекта, как мне хотелось бы. Хотя проскрабироваться можно. Нормально так. Уголки глаз вот тут не забываем скрабировать. Где-то самые темные места, потому что мы за ними тоже забываем ухаживать. Вот тут. Поэтому они у нас быстро темнеют. А там надо тоже их хорошо очищать и увлажнять. И делать все. Ну, что классно. Буду смывать. Она скрабировалась до красноты. Ну, я так люблю. Классно. Кожа увлажненная. Сегодня, кстати, в чате Центрального региона Фаберлик читала, что у девочки не получилось подружиться с этим скрабом. У нее потом лицо как будто в масле измазано. Не знаю. Может, она не досмывает его. Не знаю, как такое может быть. Все отлично. Все нормально. И, кстати, я вам когда вот говорила сегодня с утра и не подумала, и вы можете подумать так. Вот сейчас у меня в зеркале кожа мотированная. Нос немножко блестит от лоска. Как бы, но она мотированная. Но вам на камеру передает блеск. Это из-за лампы. На самом деле она мотированная. Имейте это в виду. А то я говорю, говорю. Посмотрела сегодня, как сняла. Она там блестит. Нет, она сейчас в данный момент мотированная. Вот. Все отлично. Так, теперь у нас с вами ночной крем. Сейчас немножко протенизируемся. И будет ночной крем. Подробные отзывы уже на эти кремы я оставлю в обзоре каталога или в цене, в коротких роликах, в сторис или в постах. Не пропускайте обзоры каталога. Я всегда там уже подробно даю отзывы на новинки, которые уже продолжительное время тестирую. Так, где у нас ночной? Вот у нас с вами ночной кремушек. Вот он он. Артикул 6675. Наносим. Дневной был питательный. Слушайте, а этот тоже питательный, но мне кажется, даже чуть полегче, слушайте. Правда. Мне кажется, даже чуть полегче. Но у нас с вами вообще по правилам ухода за кожей день питания, ночь увлажнение. Поэтому вот именно этим, почему говорят, как бы не пользуйтесь одним кремом, дневным допустим, и на день, и на ночь. Потому что немножко разные функции на с вами на день должно быть питание, а на ночь увлажнение. Хотя я вот раньше думала, что должно быть наоборот. А он нет. Оказывается, советуют умные люди делать так. По тому, как впитался сегодня дневной крем, он впитался изумительно. Через 10 минут не осталось следа. Этот я вообще не ощущаю сейчас на коже, может быть, совсем чуть-чуть. Но он прям впитывается практически моментально. Но не моментально, не как, допустим, доктор кожа, это вода для моей кожи была. Он ощущается первую минутку, первые две минутки. Никакого в течение дня, как вы видите, видели до того, как я смолу макияж жирного блеска, не появилось какого-то там где-то излишнего. Хотя я наносила 50 СПФ еще поверх этого крема потом. Все нормально, все достойно. Поэтому, несмотря на свою такую питательную, достаточно богатую текстуру, средства на лице себя ведут очень хорошо. Не знаю, как будет прям с очень жирной кожей, но у меня сейчас она уже жирная, в принципе. Вот в это время года все, она у меня уже жирная. С этим кремом та же история, все отлично, все супер, личико гладенькое, все замечательно. Я довольна, я довольна, я буду дальше пользоваться. Какой продукт покорил меня больше всего? Гелий скраба, на первом месте, наверное, скраб, девчонки. Покажу вам еще поближе. Один аромат, чего стоит. Вот один аромат, чего стоит, девчонки, вообще это просто, это бомба. И эффект вообще потрясающий, мне очень понравилось. И эффект более выражен, когда мешаешь с водой, а не с умывалкой. Вот он прям был с утра более-более выражен. Вообще все, все отлично. Кремы тоже, никаких нареканий. Масочка, маска, кстати, да, почему нет, маска тоже прям классная. Зашла, действительно выбеливает. Девчонки, кто что-то попробовал из этой линейки, обязательно пишите. Будем обсуждать, делиться отзывами. Ссылка для регистрации Фаберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем с вами общаться, буду вашим наставником. Ну, на этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую, всем пока-пока.